Здравствуйте, коллеги! Я очень рада сегодня присутствовать здесь. К сожалению, заявленный спикер не смог приехать, поэтому я его заменяю. Итак, доклад звучит следующим образом. Легкое продвижение сложных продуктов. Честно, мы долго думали, какое из слов закавычить, я предлагаю сделать это вам после доклада. То есть легкое или сложных продуктов. Для того, чтобы мы говорили на одном языке, я хочу презентовать все-таки, что такое Максус и какой же продукт мы продвигаем. Максус – это поставщик и разработчик энергоэффективных источников света. Так это называется правильным языком. Это лампы и светильники. Где мы работаем? На B2C рынке и на B2B. Бренд Максус известен в Украине с 2003 года. И сейчас он представлен во всех DIY-сетях и в большинстве национальных сетей ритейла. В числе потребителей решений Максус крупные компании – это B2B-сектор. Мистле, Кромберг и Шуберт, Japan Tobacco, Мироновский хлебопродукт, Свитч. Долгое время мы работали на рынке Украины с компактными люминсцентными лампами. Это энергосберегающие лампы в классическом понимании этого слова. С развитием технологий, не знаю, есть ли присутствующие в зале, которые понимают, о чем речь, светодиодная LED-лампа. Сложная для понимания технология, в отличие от стран Евросоюза, в отличие от мирового рынка, украинцы, именно физические лица, которые покупают, мы с вами, они мало разбираются в технологиях и не понимают преимуществ. В отличие от бизнес-сектора, который оценили технологию достаточно высоко еще пару лет назад. Светодиодные источники, то есть основываясь на всех данных, которыми располагает компания, мы понимаем, что светодиодные источники света, ввиду их сложности, непонятности для конечного потребителя, нуждаются в комплексном и масштабном продвижении. К основным преимуществам это комфорт, в первую очередь, потому что по параметрам лампы приближены к естественному солнечному свету. Мы уже углубляемся немного, но я думаю, это будет полезным. Безопасность, не содержит вредных веществ, безвредны для зрения. И экономия электроэнергии. Какие цели перед нами стояли в рамках рекламной кампании, которая работает сейчас? То есть она в настоящее время идет. Это осуществить связку между брендом Максус и LED. Вот такая вот непростая задача. Сформировать доверительное отношение к продукту и бренду. Мы ставим доверие во главу угла, потому что доверие это, в общем-то, основа для долгосрочной работы на рынке. Естественно, донести ключевые преимущества, непонятные никому технологии, до максимального числа групп целевой аудитории. О чем я сейчас говорю? О том, что на самом деле лампочками пользуются каждый из нас. Мало кто знает, каким образом достичь энергоэффективности. Тоже такое странное и неоднозначное слово. И обосновать стоимость продукта. В отличие от других представленных на рынке нашей активности продуктов, LED отличается более высокой стоимостью. Какое решение мы выбрали? Это имиджевая реклама. Опять же, акценты в пользу положительного образа компании. То есть доверие и долгосрочного результата. Так, это уже старое что-то. Итак, я бы хотела презентовать это распределение как раз по каналам коммуникации. То есть мы видим, что ТВ занимает большую долю. Мы прибегали также к таким каналам, как интернет, пресса, печатная пресса, радио и наружная реклама. Я не буду останавливаться на каждом и сегментировать еще более глубоко. Нас интересует телевидение. Почему ТВ? Естественно, как многие спикеры здесь уже говорили, это масштабный охват аудитории. Эффективный таргетинг. И что для нас важно, максимальная длительность ТВ-контактов для людей в возрасте 35+. Это приоритетная группа ЦА, то есть это платежеспособное население. Это люди, которые открыты к инновациям. То есть в этом возрасте ядро как раз наше целевое, но оптимально. Это данные компании JFK Ukraine. Наилучшее восприятие и запоминание. Все говорили с позиции эмоций. Да, подтверждаю. Это и визуальное, и аудиальное восприятие, и восприятие в фоновом режиме. Когда человек чем-то занимается дома или где-то еще, он воспринимает информацию. Мы посчитали также. Я не приводила абсолютных цифр, даже процентовки не приводила. Специально, потому что рекламная кампания не окончена. Я думаю, что по окончании мы все-таки озвучим. Распределение по каналам. Стоимость контакта. То есть для ТВ это наибольший охват. Ой, точнее, простите, это охват. Следующий слайд будет по стоимости. Мы видим, что ТВ занимает большую долю. Стоимость контакта для телевидения незначительная в сравнении с той же рекламой в печатной прессе. Для телевидения мы основывались в рекламном ролике, который презентован на телевидении. Мы основывались на данных исследований, проведенных компанией JFK Ukraine по заказу Maxus. Инсайт звучит следующим образом. Свет почти такая же важная заставляющая уюта в доме, как отношения в семье. Было приведено несколько исследований. Вот вы видите... Вы видите, вот эта вот доля, то, что занимает свет. Вот это вот отношения в семье. То есть немного, немногим больше. Я бы хотела показать вам рекламный ролик. Как вы размещались на ТВ? Это спонсорство специализированных телепрограмм. То есть мы говорим о телепрограммах, посвященных ремонту в первую очередь. Когда люди выбирают лампочки, когда они делают ремонт в доме или, во всяком случае, задумываются об этом. Или о дизайне. Сериалов и шоу в прайм-тайм на ведущих телеканалах Украины. Я не буду тоже озвучивать все телеканалы. Просто хотелось бы показать, каким образом мы решили вопрос размещения. Промежуточные результаты. Так как рекламная кампания продолжает идти, абсолютных цифр выдавать не буду. Но связка Максус равно LED. Все-таки по косвенным признакам она осуществлена. Люди приходят в торговые точки, там где мы замеряем результаты. И с конкретным запросом мы хотим Максус Лед. Расширена представленность продукции торговой марки Максус в торговых точках. Те торговые точки, которые предпочитали продукцию конкурентов, они сами инициируют партнерские отношения и просят поставлять к ним продукцию. Повышен, естественно, уровень спроса. То есть неспроста они так действуют. И уровень узнаваемости бренда. Повышена лояльность со стороны потребителей. Спасибо.